В России впервые обожженную кожу рук заменили биологическим имплантом, который вообще не отличить от настоящей человеческой кожи. У пациента было 13% ожога в результате пожара, и вот сейчас он уже полностью практически реабилитировался. Стоимость такой операции 30 тысяч рублей, а стоимость импланта 100 тысяч. Конечно, не каждому по кошельку, но уникальную операцию провели в августе этого года в клинике МЧС. И по словам врачей, прошла она успешно, и за комбинированной пластикой на самом деле будущее. Вот сейчас в этой клинике работает наша съемочная группа, и врачи готовы показать нам то самое оборудование суперсовременное. И операционный блок, где и проводилась эта операция. Мы сейчас вернемся к врачам. Там сейчас работает наша съемочная группа, как и сказала. Но пока мы ждем, они настраивают связь, мы сейчас поговорим с пациентом. У нас есть уникальная возможность поговорить с тем самым человеком, которому и меняли, собственно, кожу на руках. Это Владимир Родин. Здравствуйте. Ну скажите, первый вопрос такой. Вы как себя чувствуете? Здравствуйте. Чувствую себя очень хорошо. Жаловаться не на что. То есть, все отлично. Ну, я слышу, что вы такой оптимист. Но вообще, как проходила операция? Насколько это было тяжело для вас? И насколько долго вы приходили в себя? Тяжело мне абсолютно не было, потому что я уже привыкший к таким вещам после самого инцидента. То есть, это уже было несерьезно после всех разов. Так что, ну, приходил в себя очень хорошо. Ну, расскажите, что случилось? Как так получилось, что вы получили 13% ожогов тела? Нет звука. Будем восстанавливать связь. Обязательно к этой теме вернемся. Говорят, Владимир, слышите меня? Да, так точно. Прошу прощения. Да-да, конечно. Скажите, как так получилось, что 13% ожогов тела у вас в итоге? Что произошло? Ну, инцидент произошел в конце лета 2015 года. Дома случился пожар. Мне нужно было как-то справиться с ним. Ну, так уж получилось. Ну, вот сейчас, что говорят врачи? Через сколько вы сможете вернуться к обычной жизни? Ну, дело врачей уже сделано, так сказать. К обычной жизни я уже вернулся. То есть, я же говорил, что чувствую себя отлично. Не только потому, что я такой оптимист, я и правда чувствую себя отлично. Владимир, я вам желаю здоровья, скорейшего возвращения домой, всего вам хорошего. Ну, а сейчас мы переносимся в клинику, где работает наша съемочная группа, и нам уже готовы показать суперсовременную операционную, где как раз-таки вот человеку заменили биологическим имплантом обожженную кожу на руках. Действительно уникальная операция, потому что одновременно это операция по пересадке кожи, и одновременно это операция по пересадке не кожи. Петербургские врачи первыми в России воспользовались новой методикой. Артур Вадимович нам сейчас расскажет, один из тех, кто принимал участие в этой операции, как же удалось добиться такого результата, что по сути какое-то синтетическое вообще вшили волокно в структуру. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Здравствуйте, Роберт. Ну, на самом деле, волокно не синтетическое, что ни на есть живое, биологического происхождения. Это имплант, называется пермакол, он животного происхождения, полностью лишён клеток, полностью лишён каких-либо антигенных свойств, поэтому хорошо приживается, не вызывает никакой реакции отторжения у пациента и служит ничем иным, как каркасом для создания полноценного кожного покрова. Да, но показать мы его, к сожалению, не сможем, потому что вот только использованный такой образец, а стоимость его довольно высокая, около 60 тысяч рублей. Чем же ещё пользовались, помимо самого импланта, как его устанавливали, наверное? Да, Роберт, в этой операционной, с помощью в том числе вот этого инструмента, это наш основной инструментарий, драматом, нож-гамби, была осуществлена операция, пересадили, убрали рубцовый массив на кисти пациенту 21 года, который полтора года назад пострадал на пожаре, получил ожоги в том числе кистей с нарушением функции. И вот, чтобы восстановить функцию кисти, чтобы пациент мог нормально работать, была использована методика, использован имплант биологического происхождения. Да, почему решили использовать имплант, а просто, как по старинке, наверное, у вас так можно говорить, по старинке не пересадили кожу? Дело в том, что результаты обычной пересадки кожи, как правило, неудовлетворительны. У пациента формируются так называемые рубцовые контрактуры, функция органа очень здорово страдает. Зачастую пациент просто не может нормально использовать кисть, держать ложку в руках и тому подобное. С помощью подобного импланта мы создаём нормальный, полноценный кожный покров. И пациент уже не испытывает никаких страданий, и спустя несколько месяцев после операции он практически не чувствует разницы между здоровой кожей и вот такой вот новой, воссозданной. И насколько я понимаю, операцию провели ещё в августе, и спустя вот это время, всё равно же какое-то действительно сарафанное радио, и люди начали узнавать. Много ли людей обращаются? Из каких городов? Наверное, со всей страны? Да, безусловно. Например, данный пациент приехал к нам из Адыгеи, и пациенты сейчас уже пытаются узнавать, можно ли сделать им что-то подобное. И мы, конечно же, рассматриваем все случаи, и последствия ожогов, и острые травмы, и, конечно, никому не отказываем, пытаемся всем помочь. Ну а может ли быть такое, что что-то пойдёт не так вот именно с этим имплантом? Вот какие-то такие, оказывается, не случалось ничего? Ну, в литературе не описано, в том числе мы подобного не наблюдали. В этом основное преимущество. Данный имплант, в принципе, не имеет того субстрата, который может вызвать реакцию отторжения. То есть он лишён полностью всех антигенных свойств, полностью лишён клеток. То есть, по сути, ничто иное, как такая арматура, каркас белковый для создания нормальной полноценной кожи. Ну вот что действительно будет на руке? Ну, например, для себя нельзя, конечно, показывать. Ну вот, например, здесь был у меня ожог спустя вот какое-то время, что появится на этом месте у меня, если мы используем этот имплант? Если мы используем этот имплант, здесь будет практически такая же кожа, ну, может быть, она будет чуть светлее, и на ней не будут расти волосы. А в остальном будет всё то же самое. Но не будет рубцов, соответственно. Совершенно верно. Это будет не рубец, это будет кожный покров, который максимально приближен к здоровому, к окружающей ткани. Артур Вадимович, спасибо. Пожелаю вам профессиональных успехов. Ну, а я добавлю, что, пожалуй, единственное, чего бы ещё хотелось врачам, чтобы действительно появился какой-то отечественный аналог данного импланта, чтобы этот имплант и эта операция стала доступнее для большинства жителей России. В уникальное время действительно мы живём. Свидетелями уникальных операций становимся. Ну что ж, а сейчас к другим темам переходим.